Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ждал непонятно сколько времени Пришел за несколько часов до начала Там еще ничего не было Они наконец-то подвалили Я увидел Стивена Ну и офигел немного Попросил его сфоткаться, конечно Жаль, что многие фотки я уже проебал Очень хотелось бы иметь их сейчас Ну и в общем, я его тогда доебал изрядно Шариш типа Я хызы, я просто молодым пацанчиком был В общем, он отыгрывает концерт Я вижу, как он выходит И начинаю снимать Я такой, можно сфоткать? Ну и они там такие, да, окей, пофигу Ну и фоткаю, шариш День подходит к концу, все дела С флешки удаляются все эти фотки И я такой, блин, вот он на меня разозлится Я там сам бесился, просто пиздец Типа фоток-то у меня уже нет Ну и потом я... Это прозвучит очень мило Я гонял по всем его концертам Потому что для меня это была возможность Показать себя в качестве фотографа Шариш Тусить с рэперами, все такое Они ведь не были прям большими артистами Стивен только пробивался Ну и я гонялся за ним, пока они не подумали Окей, это преданный пацан, мы будем с ним тусить Ну и пошло-поехало Потом случилась вся эта фигня с украденной камерой, шариш Ну и они были рэперами, так что я подумал, мол, похуй, тоже буду рэпером Ну и начал рэп читать Поначалу это было просто хобби Мы просто скидывали все в интернет Ничего серьезного Подожди, сейчас поправлю Ничего серьезного Но его ставчик начал понемногу хайпить И я такой, блин, это чувство, знаешь, когда ты тусишь вместе И его трек становится популярным Я подумал, блин, значит есть все-таки что-то в том, что мы делаем Мне показалось, что мы делаем что-то важное Ну и мы продолжили работать над музыкой Пока музыка не начала работать на нас Ну и потом, что касается того, как меняются люди Это ведь происходит со всеми Спроси любого рэпера Ты начинаешь набирать популярность, получаешь бабло И к тебе уже по-другому относятся Нам пришлось отрезать половину людей, с которыми мы общались Просто потому, что они начали странно себя вести Как будто мы им должны что-то Это палка о двух концах, знаешь ли Если ты поднялся, это круто, это благо Я хочу себе позволить разные вещи Но в то же время ты сжигаешь мосты Ты делаешь кучу фигни Так что это горькая радость, скажем так Но я бы не хотел, чтобы все сложилось как-то иначе И в плане команды в том числе Так что в целом я доволен ситуацией Ну, может быть, если учитывать, что я долгое время и сам был фанбоем Я в самом деле люблю своих фанатов Когда они меня видят в реале, я никогда не отказываю в том, чтобы сфоткаться Типа, кто я вообще такой, чтобы отказывать? Кем ты себя считаешь, если люди покупают твой мерч Приходят на твои концерты, а ты не можешь просто сфоткаться? Я знаю многих рэперов, которые ведут себя как мудаки Такие типа, не-е-е Надо относиться к своим фанатам по красоте Как по мне, фанаты — это наше все Вчера не было бы никакого концерта Лил Зена в Чикаго, если бы фанаты не пришли на него Поэтому я стараюсь отдавать столько же, сколько получаю от них Понимаешь, о чем я? Фанаты — это наше все Поэтому я стараюсь давать им хороший контент, хорошую музыку, позитивный настрой И знаешь, вся эта тусовка — зенархи Я пытаюсь сделать так, чтобы они почувствовали себя своими Шаришь, потому что мы все Ну не все, но в общем Если у тебя есть тревожное расстройство Ты понимаешь, что к чему Если ты пытаешься справиться с зависимостью Ты понимаешь, что к чему И я начинаю понимать, что зенархи Это такой выход для детей Которые страдают У которых нет голоса Нет того, к кому можно обратиться Мне постоянно пишут Ты мне сильно помог, все дела Ради этого я и занимаюсь музыкой Потому что я знаю, что помогаю людям Пройти через такие вещи, через которые сам прошел Шаришь? Кстати, что касается тревожного расстройства Что вызывает у тебя серьезные приступы? И как ты с этим справляешься вообще? Ну это все, конечно, связано с Внутренним миром Все идет от мозга Я не могу это выключить Это как знаешь Я ведь хожу к психологу Все такое Они сказали, что я всегда буду жить в таком состоянии И некоторые люди просто живут с этим Но я перед каждым концертом Ты видел видосы, может быть Я всегда очень смешно дергаюсь и все такое Есть видос, где я себя хлопаю по коленям три раза Но самое смешное Когда я выхожу на сцену Вся тревога пропадает Я в полном примирении с окружающим миром Тревогу вызываю я сам Мой мозг Это как битва с самим собой Мой мозг говорит мне, что я умираю Или что я не могу дышать И чтобы это все исправить Мы все У нас у всех есть Небольшие ритуалы и фишечки Я обычно просто говорю себе Что проблема только в моей голове Потому что в конце концов Так, блять, и есть Нужно быть сильным Чтобы не подсесть на препараты И все такое Потому что эта фигня меня направила По очень темной дорожке Ну да, я поправляюсь Надеюсь, когда-нибудь справиться с этой проблемой Неправильные представления Они ведь не особо шарят Просто коментят под моими фотками, как есть Типа, хватит пиарить Ксанакс А я такой, блин, ну камон Сколько вам говорить? Я не продвигаю эту блядскую наркоту Типа, окей, меня зовут Лил Зен Так что в каком-то смысле Ксанакс становится популярнее Поэтому я и хочу сменить имя на Диего Чтобы избавиться от этого Частое заблуждение думать, что я просто нарик, шариш Да и просто Знаешь, типа Просто я даже не хочу по имени кого-то называть Но многие хип-хоп исполнители Про меня писали в Твиттере, мол Кто это, блять, вообще такой? И все дела Да, я сказал ему Блин, мне нравится их тусовка Я их фан Мне нравится Асап Я просто хотел понять, откуда такой негатив И он довольно вежливо ответил Что-то типа Я не особо вдавался Пожалуй, попробую еще раз послушать твои треки И мы решили это недоразумение Я думаю, что это и есть самый лучший способ решения Всех проблем Просто поговорить Но некоторые Большинство даже Они не хотят слушать, шариш Они застряли в своем мире Их волнует только то, что они сами себе придумали Но я всегда пытаюсь решать такие ситуации Я рад, что эта ситуация решилась миром Есть ли что-то особенное, что ты узнал про индустрию Или про игру в целом После твоего крайне быстрого успеха Были вещи, которые обрушились на тебя неожиданно Ну, у меня есть У меня есть пара отличных менеджеров Это Стоквелл Ледженд И Диджей Мо Милли Точнее Мо Миллионс И по мере того, как я прохожу Я ведь до сих пор новичок Я каждый день говорю людям, что до сих пор привыкаю Мы каждый день по концертам гоняем А я скучаю по дому просто жесть как Но они научили меня всему Что я знаю на сегодняшний момент Они настоящие гении Оба моих менеджера Они мне помогают, направляют меня Подсказывают, как решать те вопросы и эти вопросы Помогают мне решить, как поступить Ну, ты понял Как я и говорю, они очень уважаемые Очень хорошие люди Они работали в индустрии и много про нее знают Они мои лучшие учителя И по ходу действий они научили меня Как себя вести со СМИ Как держать имидж Да все считай Я бы нихуй напроебался, если бы их не слушал Ну, наверное, когда Слинкшот набрал лям просмотров за месяц Я подумал, нифига себе Я раньше набирал по 100 тысяч Месяца за три, может быть Я подумал, кажется, людям в натуре нравится то, что я делаю Ну и потом клип на Бэтрейд в натуре В натуре зашел Когда мы его дропнули Клип набрал лям меньше, чем за 24 часа Я такой, ебать Как же сильно этот трек в итоге выстрелит Спустя месяц там 126 лямов просмотров До сих пор набирает Чуть ли не по ляму в день И я такой про себя думаю Блин, а не пора уже счетчику просмотров замедлиться? Но нифига Ни один трек не прекращает хайпить Жизнь продолжает подкидывать мне все эти возможности А я в свою очередь принимаю их И каждый день благодарю Бога за это Мне кажется, оно дало мне больше плюсов, чем минусов Когда мы выпустили Бэтрейд Одной из причин успеха было Было то, что меня Звали Лил Зен И все хотели нажать на плей, потому что хотели узнать Как вообще звучит Лил Зен И они приятно удивились Потому что там Никакого бормотания под нос Прикольный трек, все такое Это сыграло Это почти кликбейт Шариш Само имя Лил Зен Оно сыграло мне на пользу Да и продолжает играть мне на пользу Люди хотят знать, кто такой, блин, вообще Лил Зен И почему от него все тащатся Ну и они приятно удивляются, когда включают трек Такие дела, в общем Я выгляжу белым, да Поэтому люди думают А, еще один белый рэпер Но нет, меня зовут Диего Леонес Я латиноамериканец Извини, это очень смешно просто Я не парюсь особо Потому что, блин, я в натуре выгляжу белее белого Поэтому я не могу тут сидеть и трещать Мол, чувак, да я не белый Не то, чтобы я вообще не особо запаривался по этому поводу Но если люди спрашивают Я всегда говорю Я латиноамериканец В игре ведь не так много латиноамериканских рэперов, знаешь ли Поэтому я надеюсь увидеть Больше рэпующих земляков В ближайшем будущем Total Zenarchy Как я и говорил, ожидайте эволюцию Эволюцию звука Это будет действительно эволюция звука Людям прям башню снесет Потому что там все треки лучше, чем Бэтрейд Это будет мое заявление, скажем так У меня там куча треков в духе Бэтрейд Ну и куча тупых бэнгеров тоже Я пытаюсь всем фанатам дать то, что они хотят Что касается фитов, там будет Two Chains YG Рэй Шремурт И у нас есть трек с Дипло Я пытаюсь писать тебе куплет Дрейка, конечно Он сейчас на вершине во всем, что он делает С Дрейком я бы очень хотел поработать С Даниэлом Сизером, было бы очень круто Ну и с девчонками я бы поработал С кучей разных девчонок Со Сьюзан Джей, например, было бы неплохо О, мой кореш Итан Каткоски играет Карла в сериале Шеймлесс Нас Джейк познакомил давно еще Он мой кореш сейчас Я бы актером поработал Мне нравится играть разных людей Я играл в паре пьес еще в школе Ничего особенного, конечно Ирония судьбы Я как раз нанял агента в этой области Я легко могу представить себя актером Но я также хочу сконцентрироваться на своем бренде Хочу, чтобы с ним все было в порядке И он развивался в правильном направлении Чтобы все было на уровне И месседж, и мерч И музыка На этом я хочу сконцентрироваться На работе над брендом И над самим собой Как над брендом Все эти элементы моего стиля Должны становиться лучше Такие дела Я могу заявиться на рождественскую вечеринку в Грилзах Раньше мне такого не позволяли, конечно Когда я набил первую татуху на лице То чувствовал себя паршивой овцой Я тогда уже ушел из школы как раз Они все говорили Что я нихуя не добьюсь по жизни Поэтому я не общался с семьей Но знаешь В итоге я Пришел к некоторому успеху И все наладилось Так что Я не пытаюсь Дисеть тут свою семью Я люблю их Но мы определенно стали ближе Как только я стал успешным Успех — это лучшая форма мести Кажется, Тайлер так сказал В одном из своих треков Теперь я на каждое рождество Прихожу в обоих моих Грилзах Я не думал, что все Так получится Понимаешь, о чем я? Все произошло так, как произошло Я просто написал в Твиттере и Инстаграме «Можете встретиться со мной в моем городе» Сбор через 4 часа Я думал, придут человек 50, может быть А пришло в итоге Две или три тысячи Ну ты видел на ютубе Полицейские, вертолеты, спецназ Вся хуйня В определенный момент им пришлось Спрятать меня в свою тачку Для моей же безопасности Ну и меня штрафанули на кучу бабла Потому что пиздюки начали громить тачки И все такое Стоило ли это всех денег? Да, конечно Это было жестко Я тогда впервые почувствовал себя рок-звездой В родном-то городе Вот уж не думал, что когда-нибудь такое увижу Да и никто в моем городе такого еще не видел Они подключили меня к своей партнерке Спонсируют меня таким образом MCM это мой любимый бренд Наверное, уже все знают Меня упоминают повсюду Я думаю, что это прям топчик Меня наверняка за это будут хейтить Но я потерял Что-то около Семи или восьми таких рюкзаков И это очень плохо, я знаю Я просто хочу чувствовать себя лучше Хочу справиться с тревожными расстройствами Хочу, чтобы вся моя семья была в порядке Хочу жить с ними к тому моменту Просто хочу хорошо себя чувствовать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова